Добрый вечер Я тоже хочу сказать о том, что, по-моему, замечательная затея, что называется, курилка Гутенберга, которая пришла в Иркутск, и которая позволяет, и будем надеяться, что будет, позволять действительно тем, кому интересно что-то услышать по поводу науки, и естественных наук, и гуманитарных наук, ну вот как-то собираться, пить чай, пить кофе и слушать заодно какую-то научно-популярную лекцию. Ну мы договорились таким образом, что сегодня я расскажу немножко о том, как начиналась космонавтика, тут получилось, что, значит, Евгения Дмитриевна рассказывала об астрономии, я тоже астроном, но я буду поговорить сегодня не про астрономию, а про космонавтику. Значит, это действительно некая лекция, которая была подготовлена, ну прежде всего, конечно, к юбилею полета Гагарина, и связано это отчасти с тем, что как-то мы иногда про эти вещи забываем. Вот, в 90-е годы, чего только, так сказать, можно было увидеть в разных газетах, и была такая точка зрения появилась, что подумаешь, там, значит, посадили там человека в железную бочку, поставили на ракету, значит, закинули туда, ну и как бы чем тут особенно гордиться, ну и прочие дикие совершенно рассуждения по этому поводу. Вот, я, ну в общем, все, заканчиваясь со вступлениями, начинаем двигаться по этой лекции. Значит, с чего все начиналось, но все-таки придется сделать небольшой экскурс в прошлое, потому что для того, чтобы попасть в космос, нам нужна ракета. Пока что, я подчеркиваю, пока что, не существует других способов выйти за пределы атмосферы. Ну, здесь показана первая советская ракета на жидком топливе, она называется ГИРТ-09. ГИРТ – это группа исследования реактивного движения, это такая группа энтузиастов, которая в начале 30-х годов в Москве пыталась строить первые в нашей стране жидкостные двигатели для ракет. Конечно, это никакая не космическая ракета, она подлетела на 400 метров, опустилась на парашютики, но это был первый полет отечественной ракеты, пусть не космической. Ну, а дальше я должен, может быть, с неким сожалению, но сказать о том, что, конечно, лучшими ракетчиками, вот, по крайней мере, в 30-е и 40-е годы прошлого века были немцы. Была Германия, была фашистская Германия, которая использовала эти ракеты в военных целях. И вот перед вами ракета, которая известна как Фау-2, ракета 12 тонн весила, тонна забрасываемого груза, надо понимать, что это за груз, это взрывчатка. С помощью таких ракет немцы обстреливали Лондон, через Ламанш, через пролив эти ракеты летели. Надо прямо сказать, что точность полета таких ракет была невысокая, они падали куда попало, но зато взрывы были очень мощные. Более трех тысяч таких ракет падали на Англию, было убито много людей, было разрушено много зданий. Но это по тем временам была, по сути говоря, самая совершенная ракета. Германия предполагала создать первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету, которая предполагалась уронить на Нью-Йорк. Они пытались построить такую ракету, она должна была быть достаточно тяжелой, но, к счастью, не успели сделать, не смогли сделать, там уже было не до того в конце войны. Вот, и этот проект был свернут, хотя предполагалось что-то подобное сделать. Ну, давайте посмотрим, как выглядит ракета Фау-2, вот она такая. Значит, вот она взлетает, вот она слегка покачивается, двигатель слабенький, надо прямо сказать. Но это были первые все-таки такие вот ракетные эксперименты, достаточно серьезные. И поэтому, когда война катилась к завершению, и американские, и советские команды работали не на территории Германии, но в частности, вот в ракетном центре Пенни-Мюнде, вот и пытались, кто быстрее перехватит эту научно-техническую документацию, кто захватит ракеты. В Соединенные Штаты Америки было вывезено около, там не около, а точно 69 экземпляров боевых ракет Фау-2, в вагоны научно-технической документации, и примерно то же самое перехватили наши специалисты. И будущий главный конструктор наших космических систем, Сергей Павлович Королев, значит, уже будучи полковником, в капитанских погонах работал в составе там этой команды, они отбирали все это и вывозили все на территорию Советского Союза, надо было заполучить вот эту технику. Ну вот можно показать старт такой ракеты в Соединенных Штатах Америки, вот она стартует, она работает на спирте, спирт в качестве топлива, ну вот видите, она уже достаточно ровно идет, вот, и на базе вот этой ракеты создавались первые советские боевые ракеты. То есть перед вами целая линейка таких ракет, которая была создана в нашей стране, то есть то, что слева показано здесь, это ракета Р-1, это точная копия немецкой Фау-2. То есть, по сути говоря, дальше они модернизировались, они летали выше, они летали дальше, но я хочу сказать, что это, конечно, пока еще были не космические ракеты, это были боевые ракеты. Ну, на полигоне Капустин-Яр, он находится на Волге, он работает до сих пор, там по-прежнему ведутся испытания ракет, ну вот там вот все эти испытания проводились. Ну, в мемуарах люди пишут, что, значит, ну это же военные запускали, да, то есть солдаты обслуживали полигон, в цистернах привозили спирт, значит, спирт надо было закрасить красным цветом, вот, чтобы не повадно было, но, в общем, солдаты все равно быстро разобрались, что это, что это такое, что, несмотря на страшный цвет, пить это можно, вот, ну, в общем, это была, как ни странно, некая проблема при испытаниях вот всех этих ракет. Вот, стартует ракета Р-1 уже на полигоне на Советском, вот видите, специальные оптические приборы следят за запуском, ракета падает, значит, вот, взрывается, ну, все нормально, то есть идут испытания ракетной техники. Так, ну, и поэтому, я думаю, многие знают замечательный мемориал, замечательный монумент, который стоит возле входа на выставку достижений народного хозяйства в Москве, вот, он посвящен покорителям космоса, и мы видим, что на самой вершине стоит ракета Р-1, вот, но мы теперь с вами знаем, что это, по сути говоря, копия немецкой боевой ракеты Фау-2. Королев, человек, которому мы очень многим обязаны, вот, на сегодняшнем языке надо было бы сказать, что это не только выдающийся конструктор, не только выдающийся инженер, но, наверное, выдающийся менеджер. Вот, современным языком говоря, тогда такого слова просто не было в нашей стране, ну, потому что надо было создавать целую новую отрасль промышленности, да, для того, чтобы ракеты летали, а зачем надо, чтобы ракеты летали, ну, надо понимать, что вообще происходило после окончания Второй мировой войны, потому что начинается холодная война, потому что базы НАТО, базы в Соединенных Штатах, оснащенные бомбардировщиками, оснащенными атомными бомбами, стояли вдоль границ Советского Союза, подлетное время 5-10 минут, на большой высоте они могли пересечь эту нашу границу. Вот, существовал список, в случае, так сказать, начала войны, то есть атомные бомбардировки, 200 городов Советского Союза, включая, естественно, Иркутск, потому что уничтожение Иркутска, значит, все перерезается, вся связь с Дальним Востоком, БАМа еще не было, значит, транссиб перекрывается и так далее, и так далее. Что может делать Советский Союз? Мы не можем строить базы возле территории Соединенных Штатов Америки, поэтому было задание нашим ракетчикам создать все-таки межконтинентальную баллистическую ракету, которая могла бы за полчаса, за час долететь до любой точки земного шара. И ядерщики дали задание, чтобы полезный груз, страшно звучит слово «полезный груз», потому что это ядерная боеголовка, ну, чтобы 4 тонны, по крайней мере, можно было бы доставить. Не существовало ракет, которые могли бы это делать. И поэтому команда Королева, это огромная команда, на самом деле, это целая серия заводов, которые были специально созданы. В Казахстане построен космодром за буквально за считанные там месяцы, в возрастающих условиях, при очень низких температурах зимой, при, значит, измуряющей жаре летом, когда шли грузовики, вывозили грунт, потому что под ракетным столом надо было огромный котлован, глубиной там, значит, около сотни метров, куда уходит пламя от стартующей ракеты. Значит, говорили, что днем работали с фарами, потому что ничего не было видно, пыль поднималась, воды не было, очень плохая вода в этих местах. За два года построили уникальный комплекс, космодром, который получил название «Байкан». И тогда под руководством Королева была создана уникальная ракета, равных которой в мире не было. Вот тут уже никакого немецкого наследия не было, это полностью отечественная разработка, межконтинентальная ракета Р-7. Высота около 30 метров. Королев впервые, по сути, предложил повесить блоки первой ступени параллельно со второй ступенью. Видите, вот если посмотреть на схему снизу, в серединке получается вторая ступень и почти 18-метровые блоки первой ступени, четыре по сторонам. Это позволяет запустить двигатели и первой, и второй ступени одновременно, обеспечивая совершенно чудовищную мощность около 20 миллионов лошадиных сил. Ничего подобного в мире не было. Грузоподъемность, значит, действительно обеспечила до 5 тонн, которую можно было в любую точку Земли доставить в ядерную боеголовку. И вот такая ракета начала испытания в летом 1957 года. В августе 1957 года успешно был осуществлен пуск. Ракета долетела до Камчатки. Почему до Камчатки? Это самая дальняя точка от космодрома. Попали куда надо. Значит, ракета впервые, межконтинентальная ракета была создана. Ничего подобного в Америке тогда не было. И надо сказать о том, что тогда возникла идея, что эту ракету можно использовать для запуска первого спутника. Уникальная международная научная программа, Международный геофизический год, полтора года, в которой участвовало около 20 самых передовых в научном смысле стран. Исследовали околоземный космос, исследовали верхнюю атмосферу совместными усилиями. В Советском Союзе очень серьезно с этим работали, созданы были солнечные телескопы. Специально, в частности, под Иркутском, в поселке Зуй, рядом с Ангарском. Потом этот телескоп уже переехал в Листвянку, где он работал потом долгое время. И в рамках этого проекта предполагалось запустить искусственные спутники Земли. Впервые в истории. Никто не сомневался, что это сделают американцы. Американцы говорили об этом, что он уже известно, что он будет называться спутник Авангард. Что это будет шарик размерами с большой апельсин, примерно полтора килограмма. Что мощная американская ракета забросит его в космос. И впервые будет достигнута первая космическая скорость. То есть чуть больше 8 километров в секунду, которая позволит выйти на орбиту вокруг Земли и уже не падать, летать, создать искусственный спутник Земли. 17 сентября 1957 года, годовщина выдающегося российского, советского ученого Константина Эдуардовича Циолковского, который по сути первый предложил идею многоступенчатых ракет для исследования космоса. В президиуме сидит Королев. Вот он. И он выступает с докладом и говорит, что в ближайшее время будут осуществлены запуски искусственных спутников Земли в Советском Союзе. Никто это всерьез не воспринимает. Готовился спутник вот такой, почти полторы тонны, с 12 научными приборами, но только-только-только начинала работать кооперация по всей стране, когда блоки электроники... Представляете, какая электроника в 1957 году, значит, самая большая электроника, да? То есть отсюда привезти системы там жизнеобеспечения, которые там могут понадобиться, значит, системы питания, система радиосвязи, все долго, все только разворачивается. Приходят дать данные разведке, что американцы готовят запустить свой спутник, и тогда Королев принимает решение, работаем с этим спутником, но надо быть первыми, и это значит, надо создать самый простой спутник, который можно быстро сделать. Просто металлический шарик, поставить туда внутрь два радиопередатчика, оснастить его аккумуляторами и антеннами. Диаметр 58 сантиметров, отполированная поверхность шарика, чтобы было видно, когда он будет лететь по небу, чтобы отражались солнечные лучи, и чтобы он давал сигналы на двух частотах, по крайней мере. Буквально деревянным молоточком на коленке выстукивалась идеальная форма вот этого шарика, этой оболочки первого спутника. Вот так он выглядел. Простейший спутник, первый спутник. Почти четырехметровые четыре антенны. В ночь на 4 октября 1957 года, впервые в истории человечества, бежконтинентальная баллистическая ракета Р-7 достигла первой космической скорости. И спутник был выведен на орбиту вокруг Земли. Сброшен обтекатель, и спутник начал, как Луна, летать вокруг Земли, посылая радиосигналы. Эти радиосигналы могли принимать все радиолюбители вообще по всему миру. Мой отец принимал когда-то эти сигналы здесь, в Иркутске, на астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета. Сообщение ТАССа, запуске спутника. В общем, в Советском Союзе даже не очень понимали значимости того, что произошло. Поэтому первое сообщение было даже не во всех газетах, не на первой полосе, не очень большими текстами. Но это был вообще, так сказать, эффект разорвавшейся бомбы. Потому что все мировые информационные агентства сообщили о том, что русские запустили спутник. Переспрашивали, вы не перепутали вес. Американцы обещали полтора килограмма, вы говорите почти про сто килограммов. Вы правильно запятую поставили там, значит, и так далее. И так далее. То есть вот Нью-Йоркская биржа рухнула почти на 4 миллиарда долларов по тем ценам. Вот спутник было видно. Он проходит над Соединенными Штатами Америки. Видно, как, значит, яркая звездочка проходит через все небо. Разгар холодной войны. То есть американцы понимают, что они ничего не могут сделать. А если там бомба, начинаются разговоры, да, значит, что ничего нельзя сделать. Потому что это за пределами атмосферы. Это 8 километров в секунду. Не существует средств, которые могли бы... Ну и так далее. И когда уже на следующий день Сталин, вот видите, вот газета там поправилась на правде. В газете правда пишут первый в мире там и так далее. На первой полосе большими буквами. Эффект был грандиозный. Значит, ну вот такие открыточки. Это вот мой отец тогда получил такую благодарственную открыточку за, так сказать, наблюдение первого искусственного спутника Земли в радиодиапазоне. Хрущев дает указания Королеву. Отлично, все хорошо. Давай, значит, к 7 ноября, годовщине Октябрьской революции, второй спутник. Круглосуточно работают 500 килограммов. Значит, ну а помимо спутника, там была кабина с первым в истории человечества живым существом, поднятым на орбиту. Собачка Лайка. Лайка это ее имя, это дворняжка. Вообще-то печальная история, потому что все понимали, что она погибнет, что она не вернется. Ее никто не собирался возвращать. Средств возвращения не было. Надо было проверить, как это делалось на тысячах собак, которые в начале 20 века и в 19 веке использовались для медицинских, физиологических исследований. Вот, сможет ли она быть в космосе, в невесомости, как она будет дышать, как она будет есть. Ее научили там нажимать лапой на некую педаль. Она там, ей выдавалась вода, ей выдавалась пища. Значит, датчики показывали, сердце бьется, собака дышит, она прожила несколько дней в космосе, погибла от перегрева. Не умели тогда еще, так сказать, терморегуляцию спутников обеспечить. Вот такая собачка. Это вот открыточка того времени. Второй искусственный спутник. Это памятник собаке Лайке, первому живому существу, которое проникло в космос. И только после этого, после нескольких неудачных попыток, когда взрывались на старте американские ракеты, удалось забросить в космос спутник Explorer 1. Значит, это как ступень ракеты Юнона, весом в 14 килограммов. Ну и только в марте 1958 года полетел тот спутник, который, собственно, должен был стать первым. Спутник Авангард, полтора, ну 16 сантиметров, полтора килограмма. К тому времени полтонны в космосе наших уже были. Но, правда, он как кусок космического мусора летает до сих пор. Вот этот спутник Авангард. И вот уже в мае 1958 года пошел третий спутник с набором научной аппаратуры, который, в общем-то, дал очень много интересной информации. Ну, то есть я хочу подчеркнуть, что вот эти первые пуски, они показали, что советская наука опережает весь мир категорически, что называется. Ничего подобного не было в мире, подобного тому, что было в Советском Союзе. Эту ракету можно было использовать для достижения второй космической скорости, чтобы преодолеть притяжение Земли и уйти, например, к Луне. И вот такой космический аппарат был запущен к Луне 2 января 1959 года. Более почти 12 километров в секунду с первого раза в Луну не попали. Но, значит, этот объект вышел на орбиту вокруг Солнца, его назвали первой искусственной планетой, что правильно, это правда. Вот, то есть американцы только следили за такими вещами. 12 сентября 1959 года, значит, полетел космический аппарат Луна 2. Вот, и он, помимо научной аппаратуры, был там вот такой вымпел, который при ударе должен был развалиться на множество пятиугольничков с надписью СССР, с надписью с гербом Советского Союза. Скорость столкновения примерно 2 километра в секунду, в дребезги, естественно, поднялась в облако пыли, в телескопы видно, мы впервые прикоснулись к Луне. Обращаю внимание, 12 сентября. Значит, вот это происходит, ну, почти в серединку Луны попали, вот там показан кратер на Луне, это не от удара, естественно, да, то есть это огромный кратер, просто рядом с этим кратером, где-то там лежат и сегодня вот эти вот кусочки с изображением герба Советского Союза. 15 сентября, первый визит первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в Соединенные Штаты Америки, его принимает Эйзенхауэр, все рассчитано, Хрущев показывает президенту Эйзенхауэр, а вот такая штука лежит на Луне. Значит, Эйзенхауэр криво улыбается, значит, ему совсем не весело, и надо заметить, что он проиграл президентские выборы, хотя был очень популярным президентом, американцы не простили ему, так сказать, поражение вот в космической гонке, потому что для Америки это, конечно, было серьезное унижение. Тот же 59-й год, 4 октября, смотрите, это, значит, ровно через два года после первого спутника, космический аппарат Луна-3 облетает Луну, фотографирует ее с обратной стороны, мы видим впервые, что там с той стороны, с обратной стороны Луны. Снимки были не очень хорошие, но первые, и это позволило советским ученым предложить название для кратеров, которые были обнаружены на обратной стороне Луны, то есть мы движемся сплошь и рядом по всем фронтам, так сказать, мы в космосе впереди. В феврале 61-го года первая станция летит в сторону Венеры. Вот, другое дело, что там она до Венеры, там связь с ней не поддерживалась, но это был рекорд дальней космической связи, почти 12 миллионов километров, никто в те времена на таких расстояниях связь еще не поддерживал. Ну и тогда, конечно, был поставлен вопрос о том, что надо лететь человеку. Это было понятно с самого начала, что это обязательно произойдет. Вот корабль, на котором надо было лететь человеку. Посмотрите, как он устроен. Шарик, диаметр 2,3 метра, примерно 2,5 тонны он весит. Большую часть этого шарика занимает кресло, про кресло я отдельно скажу, там сидит космонавт. Значит, снизу это приборно-агрегатный отсек, снизу, совсем снизу конус, это тормозная двигательная установка. Корабль забрасывается ракетой на орбиту вокруг Земли, летит в невесомости вокруг Земли. Когда надо спускаться, мы разворачиваем двигатель вперед, включаем двигатель, скорость падает до меньше первой космической, значит, тормозит и начинает просто падать из космоса на Землю. Перегрузки громадные, то есть надо же затормозить от скорости 8 км в секунду до нескольких метров в секунду. Поэтому перегрузки такие, что вес космонавта вырастает в 8, в 9, в 10 раз, 65 кг, 650 кг в это время. Мало кто это выдерживает, значит, отбор космонавтов, подготовка, это, в общем, особая, очень серьезная работа. Из тысяч человек был отобран отряд из первых 20 космонавтов. Так, ну а дальше шарик тормозится. Значит, космонавт видит, как струйки расплавленного железа текут по поверхности иллюминаторов снаружи. Вот, ну, на высоте 7 км вводится парашют. Но дело в том, что этот шарик может сильно удариться о Землю даже под парашютом, поэтому применена старая, добрая, хорошо отработанная военная техника катапультирования. На высоте 7 км отстреливается люк этого шарика, и оттуда вылетает, выстреливается кресло вместе с космонавтом. Опускается на парашюте, но в этом кресле тоже можно сильно удариться, поэтому кресло тоже отбрасывается. Из космоса возвращаются три объекта. Шарик на парашюте, кресло на парашюте, ну и космонавт на парашюте. Парашютная подготовка проведена, значит, много десятков прыжков, поэтому он садится на ноги, значит, все как полагается. Понятно, что это очень неудобно, но куда деваться по тем временам иначе не получалось. Вот так это все выглядело, и корабль ставится на самую вершину третьей ступени ракеты-носителя «Восток». Вот этот комплекс. На старте может произойти все что угодно. Может загореться ракета, ну представьте себе, почти там 200 тонн керосина и жидкого кислорода. Чтобы спасти космонавта, предлагается сделать следующее. Видите, там открытый люк в обтекателе, он всегда открыт. Поэтому может отстрелиться крышка самого корабля, шарика, да, и оттуда выстрелит это кресло с космонавтом, чтобы увести подальше от ракеты, чтобы он в этом кресле не разбился, не успеет открыться парашют. Он должен падать на натянутые сетки типа волейбольных, но только очень больших сеток. Значит, если это происходит уже на большой высоте, тогда можно успеть вылететь, и потом на парашютах по стандартному, так сказать, варианту опуститься. Вот, ну вот, значит, вот я еще раз показываю картинку. Справа, для примера, американская ракета с американским кораблем, который почти в 4 раза меньше по весу. Ракета очень маломощная по сравнению с Востоком. Вот так вот начиналась космическая эра. Так выглядит спускаемый аппарат. Вот эта кабина после посадки, видите, от него пооблетали термозащитные плитки. Но, тем не менее, каждый раз он, этот корабль, обеспечивал безопасное возвращение на Землю. Итак, надо пускать человека, но надо сначала испытать всю эту технику. Первый корабль-спутник стартует 15 мая 60-го года. Значит, все нормально, но когда пытаются его спустить с орбиты, он не так оказался сориентированным. Вместо того, чтобы потерять скорость, он добавил скорость и вышел на эллиптическую орбиту. Королев говорит, отлично, это первый опыт маневрирования в космосе. Ну, это было действительно так. Значит, вторая попытка оканчивается, к сожалению, печально. Взрывается ракета на старте, гибнут две собачки, Чайка и Лисичка, которые сидели в кабине этого корабля. Значит, второй корабль-спутник, конечно, про этот второй запуск никто не сообщал. То есть, это секретно, раз он оказался неудачным. Значит, второй корабль-спутник летит в августе 60-го года. Это знаменитые собаки, которые всем известны. Значит, вот они сидели вот в такой цилиндрической капсуле, которая установлена на кресле. То есть, кресло выстреливается, и они опускаются на парашюте. Все благополучно, собачки вернулись. Вот они, белка и стрелка. Ну, и мы их помним до сих пор. Вот это вот, хорошо известно. Третий корабль-спутник. Собаки-пчелка и мушка. Но тут получается очень печальная история. Полная секретность. В руки врага корабль попасть не должен. Мы должны сохранить секретность, так сказать, вот этой техники. Тормозная установка сработает не вовремя. Корабль опускается нормально на парашютах, но он опускается за пределами территории Советского Союза. Все корабли были оснащены взрывными устройствами. В врагу ничего не должно попасть. То есть команда поступает, корабль взрывается. Значит, собачки погибают. Пчелка и мушка. Очередной корабль-спутник. Жемчужина и жулька. Авария ракеты по баллистической траектории идет. Вот, и эта кабина падает в овенки. Обращаю внимание, 22 декабря. Через трое суток в тайге, в снегу находят эту кабину собаки живы. Руководитель медико-биологической подготовки нашей команды. Значит, академик Олег Георгиевич Газенко. Вот он на снимке справа. Он берет собачек к себе домой. Вот, и они у него живут дома, значит, до конца, что называется. То есть они... Так. Четвертый корабль-спутник. Обращаю внимание, 9 марта 61-го года. Месяц до полета Гагарина. Четвертый корабль-спутник. Чернушка и манекен Иван Иванович. Значит, сидит. Вот этот манекен. К сожалению, значит, я должен сказать, что он ушел из нашей страны. Во времена, в 90-е годы, значит, и лихие люди его успели продать на запад. И он сейчас находится в одном из музеев в Соединенных Штатах Америки. Видите? Пятый корабль-спутник. Собачка-звездочка. И тот же самый манекен. Летал в космос. Все благополучно. Все возвращается. Значит, это значит, два успешных запуска непрерывно. Встает вопрос о том, что пора лететь человеку. Решение было принято 8 апреля. Вот первый отряд космонавтов. Обращаю внимание на нашего земляка. Борис Валентинович Волынов. Выглядывает отсюда. Да, он мог бы стать первым космонавтом, но сложилось так, что полетел Юрий Гагарин, который в серединке, единственный в форме, сидит рядом с Сергеем Павловичем Королевым. Юрий Алексеевич Гагарин. Корабль под обтекателем готов к старту. Вот 10 апреля вывоз ракетно-космического комплекса на старт. Могло произвести все что угодно. Могла взорваться ракета на старте. Так бывало. Да, значит, мог не сработать двигатель третьей ступени. Он мог не сброситься обтекатель. И так далее, и так далее. Могла не сработать тормозная двигательная установка. Не открыться парашют. Могло произойти все что угодно. Не было даже уверенности, что космонавт не сойдет с ума, находясь в невесомости. Специальные приспособления. Прежде чем переходить на ручное управление, человек должен продемонстрировать свою, так сказать, вменяемость. Значит, он должен вскрыть конверт. Там записка, там написано слово «125». Число, значит, три клавиши «125» он должен набрать. И только после этого включится, значит, всякая прочая техника. Ну, оказалось, что реально никто, конечно, не верил, что он сойдет с ума. И все потихоньку Гагарину сказали. Там в пакете и в этом в конверте «125». Королев ему сказал. Потом «Да, да, да, спасибо». Потом к нему еще люди приходили и тоже говорили, какое там число. Утро 12 апреля, подъем в 6 утра. Значит, Гагарин надевает голубой вот такой комбинезончик. Вот, прячет в карман свидетельство первого космонавта. Ему помогают надеть скафандр, который должен был спасти в случае разгерметизации. Вот они садятся в автобус. Два космонавта. Он и его дублер Герман Титов. Если Гагарин заболел в последний момент или отказался там, или что, полет все равно состоится, полетит дублер. Ну вот, примерно 2 километра от монтажно-испытательного комплекса до стартовой площадки. Значит, выходят, они прощаются со своими товарищами, которым предстоит лететь на других кораблях чуть позже. Ну и вот доклад Государственной комиссии. Там был соответствующий ритуал проработан. Вот такой лифт поднимал его на 40-метровую высоту к кораблю. Когда полетел Титов на Востоке-2, там уже был более серьезный лифт. Ну и дальше человеку помогают забраться в корабль, усесться на кресло, пристегнуться ремнями. Вот тут вот видно, вот голова Гагарина, он поправляет шлем, закрывают люк, завинчивают на болты и оставляют его в корабле. Там остается еще несколько часов до последних операций перед запуском. Ну вот, так это все произошло. 12 апреля запускаются двигатели самой мощной в мире ракеты. Вот еще раз эти кадры. Вот идет Королев в шляпе, поднимается Гагарин. Королев, так сказать, желает доброго полета. И Гагарин в ответ говорит, поехали. Вот начало ракетного полета. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, ракета поднимается. И корабль был выведен на орбиту. Это, конечно, рисунок художника. Ну, примерно за полтора часа полный оборот на орбите вокруг Земли. Затем он ориентируется тормозной двигательной установкой вперед. Вот мы ее видим. Включается двигатель. Все это падает вниз. На высоте 7 километров включается, вводится парашют. Выстреливается космонавт. И он приземляется на берегу Волги, недалеко от берега Волги. Примерно там, где он учился летать на самолете. В Саратовской области. 14 апреля, через день, космонавта встречала Москва. Ну, вот посмотрите, как это было. То есть вся Москва была на улицах. Эскорт мотоциклистов, открытая машина, украшенная цветами. Огромное количество людей были приветствовали из окон, были залены на крыши. И люди старшего поколения говорят о том, что не было у нас большего праздника после 9 мая 1945 года. По сравнению, значит, это вот второй по значимости праздник. Хрущев и Гагарин на трибуне Мавзолея. Люди приветствуют первого космонавта планеты. Ну, вот так это было. Вот. И с этого все начиналось. Ну, и, в общем, то, что продолжается сейчас, это все, конечно, продолжение, продолжение, продолжение вот этих первых подвигов, которые были выполнены нашей страной. У нас в планетарии вот выставлена вот эта открыточка с автографом Юрия Алексеевича Гагарина. Значит, на сегодняшний день 302 пилотированных полета, в том числе 134 отечественных в космосе, побывали 544 человека, в том числе 120 советских и российских космонавтов. Четыре наших космонавтов из Иркутской области. Борис Волынов, Александр Полищук, Дмитрий Кондратьев и Анатолий Иванишин. Я хочу напомнить, что Анатолий Иванишин 24 июня стартует во второй раз. Он летит командиром на Международную космическую станцию. Сейчас завершающий этап подготовки, самый ответственный, что называется. Будем желать нашему земляку удачи на протяжении полугодовой предстоящей вахты в космосе на борту МКС. Так, ну вот, буквально я два слайдика покажу, что Алан Шепард полетел на корабле Меркурий, значит, 5 мая 1961 года, практически через там 2,5 недели после Гагарина, не вокруг Земли. По баллистической траектории вот такой прыжок и падение в океан. Ну, так и было планировано, все американские корабли, ну, кроме шахлов, садились в океан. Значит, ну и потом еще был один полет Вирджила Грисома в июле 1961 года, второй суборбитальный полет, причем корабль утонул, корабль, значит, человека успели спасти, там подобрать, а капсула затонула, что называется. А после этого в августе летит Герман Титов на Востоке-2, 17 оборотов вокруг Земли, сутки в космосе, то есть еще не было ни одного оборота вокруг Земли с американской стороны. 1962 год, Андрей Николаев на Востоке-3, через сутки стартует Восток-4, значит, несколько суток, как видите, длится полет, трое-двое суток они летают совместно, видят друг друга через иллюминаторы в нескольких километрах друг от друга. В 1963 году Восток-5 и через сутки стартует Восток-6. Восток-5 до сих пор это рекорд длительности одиночного полета человека в космосе, да, то есть пять суток в одиночку до сих пор никто не летал. Терешкова первая женщина в космосе. Ну, то есть вот так вот все это начиналось, я хочу сказать, что не следует об этом забывать, вот, есть чем гордиться. Вот, можно рассказывать очень долго, но я уже перебрал время, поэтому я на этом буду останавливаться. Спасибо. Вот, ну, если можно, если есть какие-то вопросы, то давайте. Как Вы относитесь к организации SpaceX и вообще видите ли будущее в пилотируемых ракетах, которые можно садить, ну, вылететь на орбиту, нормально садить, то есть технично не взрывает? Значит, к деятельности компании, частной американской компании SpaceX я отношусь в высшей степени положительно. Я считаю, что если бы наши миллиардеры в России вместо того, чтобы покупать себе яхты, значит, и недвижимость за границей, вкладывались бы в уникальные научные проекты, было бы гораздо лучше. Вот Илон Маск, хозяин, так сказать, SpaceX, он это делает. То есть он разрабатывает новые технологии, Маск хочет лететь на Марс. Он надеется сам, не дожидаясь никакого государства, значит, создать технику, которая позволит на Марс отправлять человека. И вот для этого в первую очередь он и делает ракеты, которые могут садиться первая ступень, маневрируя, балансируя на ракетной струе двигателя. На самом деле это надо для Марса, но это не очень важно для Земли. На самом деле, значит, если вы хотите посадить первую ступень, значит, вам надо везти с собой много топлива, на котором этот двигатель будет работать и будет опускаться обратно. Вот, поэтому, значит, вот я думаю, что никто особенно так делать не будет. То есть, скорее всего, будут продолжать запускать одноразовые ракеты, это дешевле получается. То есть, двигатель, который можно включить один раз и уронить, и забыть про него, это одно. А тут двигатель, который должен регулировать тягу, включаться неоднократно, его стоимость гораздо выше. И плюс еще лишний вес, который идет вот на эти вещи. А вот для посадки на Марс это надо. То, что надо тяжелую технику, маневрируя, значит, там на парашюте ты не сядешь, там очень хиленькая атмосфера, да? То есть, это делается прежде всего для этих целей. Вот, поэтому, значит, следим с огромным интересом за тем, что делает Илон Маск, что делает компания SpaceX. То есть, я думаю, они еще поразят воображение неоднократно. Можно еще вопрос? Пожалуйста. Маск наоборот утверждал, что многоразовая ступень дешевле в 10 раз, чем одноразовая. Вот когда это у него получится, тогда будем говорить. Когда он в 100 раз. Да, американцы тоже говорили о том, что шаттл, значит, будет дешевле, потому что он многоразовый. Оказалось, это в высшей степени, так сказать, нетехнологическая система. Ни один из запусков шаттла не прошел вовремя. То есть, потому что очень сложно готовить она... То есть, одноразовые ракеты просто... Ну, то есть, не то чтобы в разы, но существенно дешевле были. И в конце концов, они отменили эти полеты шаттлов, потому что они унесли 14 жизней. Из 5 кораблей шаттл 2 погибли. Ну, в общем, можно считать, что это не очень удачный был проект, на самом деле. А начинали так же, считали, что много раз будет летать, значит, будет дешевле. Оказалось... То есть, посмотрим. Если так у Маска получится, ну, можно будет только порадоваться за него. Вот. Но пока это надо еще доказать. А что случилось с первосредственной ступенью? Куда он? Он сошел с орбиты постепенно, как это делают все объекты на не очень большой высоте. Потому что, чиркая верхние свои атмосферы, он постепенно, значит, спускался. И как только скорость меньше, сколько первой космической, все, он сходит с орбиты и сгорает. То есть, это произошло через несколько месяцев. А первый американский, у него орбита выше? Его запустили выше, да. И, значит, если первый наш, он летал по эллипической траектории, да, то есть, вот, перегей орбиты достаточно низко, апогей высоко, то спутник «Авангард» на высоте 600 километров, ну, он примерно по круговой орбите летает, и он до сих пор так и летает. И ничего с ним не сделается уже никогда. А можете напомнить, я читал статью, американцы пытались запустить в космос какие-то проволочки, чтобы у них был интернет там. Ну, значит, это вообще был эксперимент в самом начале, ну, там еще интернета не было, в 60-е годы, значит, огромное количество метных маленьких иголочек, которые они выкинули в космос, значит, они там распределились и использовали для радиосвязи, потому что от этих иголочек отражаются радиоволны, да, и, то есть, можно было обеспечивать глобальную связь. Но эти иголочки, вот, если наш спутник сошел с орбиты, то их тоже снесло там за несколько месяцев с орбиты, то есть, сейчас так никто не делает, это просто, это космический мусор, так нельзя делать и засорять космос, что называется. Вот, и есть гораздо более простые способы, так сказать, без всяких проволочек, то есть, ну, спутники работают, в общем, для транслятора. Здравствуйте. Насчет проекта Марс-1, вы знаете что-нибудь о том, что хотели колонизировать Марс, ну, с конца, да, правило, 20 человек, что ли? Не выйдет что-то, и вы дали в реалити-шоу подготовки о том, ну, как они готовятся, отбор, и все. Речь идет вот о чем. Проект Марс-1, Марс-1, да, то есть, это действительно частный проект, план такой, лететь на Марс и возвращаться, это безумно дорого. Лететь в один конец гораздо дешевле. Значит, находятся люди, которые готовы покинуть Землю, десятки тысяч человек отбирались, значит, из них должны были отобрать то ли 6, то ли 8 человек, я не помню. Вот, и в конечном итоге, вот они предполагали лететь на кораблях, вот, типа дракон, который как раз Илон Маск разрабатывает. Вот, значит, мой прогноз таков, ничего не будет. Никто никуда не полетит, потому что сейчас лететь просто не на чем. Вот, средств пока, которые могли бы обеспечить безопасность в межпланетном пространстве за пределами земных радиационных поясов, не существует. Это значит, что радиация в космосе, когда там межгалактические частицы с гигантскими скоростями там пронизывают любой корабль, значит, вот, средств бороться с этим пока не существует. Поэтому такой корабль просто донесет либо трупы людей, значит, либо людей, которые обречены и умрут там в ближайшие месяцы. Вот, поэтому мой прогноз в 2023 году проект Марс-1 реализован не будет. Вот, но посмотрим, что получится реально. Верите ли вы, что мы сможем добавить гелий на Луне? Гелий-3. Понятно. Значит, я хочу сказать, что в этом на самом деле особого смысла нет. Потому что гелий-3 как бы когда обосновывает, что он нужен для термоядерных реакторов, но на самом деле термоядерные реакторы могут работать, в общем, там есть разные схемы, которые не требуют гелия-3. Вот, и на самом деле можно себе представить, что добыча полезных ископаемых на Луне с доставкой на Землю, это запредельная стоимость, и я боюсь, что никакой термоядерный реактор, он просто будет экономически, так сказать, не оправдан, если для него топливо надо будет возить оттуда. Поэтому это, в общем, были такие идеи, но всерьез это никто не рассматривает, на самом деле. То есть термоядерная энергетика будет немножко по другому пути развиваться. А вообще есть какие-то оценки, когда можно ждать первого человека на Марсе? Ну, не раньше середины 30-х годов. С оговоркой. Значит, если все не порушит Илон Маск. Потому что Илон Маск сказал, значит, и совсем недавно было сообщение о том, что он собирается отправлять свой корабль «Дракон». «Дракон» уже не существует. Он летает и обеспечивает Международную космическую станцию грузами. Пока в беспилотном варианте. Первый пилотируемый вариант «Дракона» полетит в 2018 году, но пока что на НКС. Ну, Маск сказал, что он собирается пускать «Дракон» на Марс. Пока в беспилотном варианте, но это должно произойти скоро. То есть буквально в 2018-2019 году. Если это у него получится, я думаю, что это очень существенно может сдвинуть сроки, на самом деле. Потому что федеральная американская программа предусматривает высадку на Марс где-то в середине 30-х. Но там еще многие вещи даже не прорабатываются. То есть нет, еще не открыто финансирование целого ряда проектов, без которых просто не обойтись. Значит, в нашей федеральной программе вообще об этом не говорится. Но она только что принята на 10 лет до 2025 года. Там о Марсе речи не идет вообще. Дай бог там, значит, на Луну попасть.